Что случилось с родником в ташлыке и подробная программа празднования Дня защиты детей? Об этом не только прямо сейчас, это новости на телеканале НТР в студии Александр Комаров. Здравствуйте! С неожиданной просьбой к нашей телекомпании обратились нижнекамцы. В эти выходные к нам в редакцию привели ребенка. Трехлетнюю девочку обнаружили неподалеку от дома химиков 66. Малышка шла совершенно одна по улице, чем и привлекла внимание неравнодушных людей. И хотя девочка была совершенно спокойна и не напугана, она все равно ни с кем не разговаривала. Все закончилось хорошо. При участии инспекторов по делам несовершеннолетних родители были найдены. Оказалось, что девочка убежала от мамы во время прогулки. Жители деревни Ташлык обескуражены. Неизвестные ночью вывезли плитку с территории родника. Его недавно начали реконструировать местные жители. Плитку и стройматериалы покупали на собственные деньги. Инициаторами стали жители Ташлыка, разив Ахмадеев и его брат. Мужчины в шоке от произошедшего, ведь этот родник – часть истории всей деревни. Что находили раньше на территории родника и что там собирается установить? Об этом подробнее в 18 часов 30 минут. Несколько минут назад в городе начались мероприятия по случаю празднования Международного дня защиты детей. Сейчас концертная программа идет сразу в трех местах. Это в парке аттракционов, парке нефтехимиков и на площади Дома культуры поселка Красный Ключ. В 16 часов в 28 микрорайоне пройдет мероприятие под названием «По соседству мы живем». И в это же время праздник вновь возвратится в парк аттракционов. Там пройдет праздничная торговля и концертная программа. В 18 часов всех детей приглашают на площадку возле городского музея. Воспитанники детской музыкальной и хоровой школы «Мечта» выступили на благотворительном концерте под названием «Дарю добро». В актовом зале 32-й школы сольную программу представила Екатерина Игнатьева, участница проекта «Звезда караоке». В течение часа на сцене выступали также танцевальные коллективы «Остров танца Ибица», студия спортивно-бальных танцев «Хрустальная туфелька» и «Диляра Волкова». У входа в актовый зал установили куб для сбора средств для Айнура Галимова, получившего травму во время тренировок и на данный момент проходящего реабилитацию. Удалось собрать около 10 тысяч рублей. Первый день лета в Нижнекамске по параметрам синоптиков будет теплым и малооблачным. Температура воздуха остановится на отметке плюс 29 градусов, но во второй половине возможны дождь и грозы. Ну а как православные отметили троицу, школьники сдают ЕГЭ по математике и футболисты провели последний матч регулярного чемпионата. Об этом и не только уже в следующих выпусках новостей. Оставайтесь с нами, вы будете в курсе всего, что происходит в городе. Ну и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 077 или пишите нам через наш сайт, его адрес ntrtv.ru. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова